Жителям Калинина еще повезло, обрушилось лишь 4 метра канализационного коллектора и обвал повредил только верхнюю часть трубы. Поэтому стоки не вылились снаружи. Если бы грунта было больше, коммунального ЧП не избежать. Людям в прямом смысле пришлось бы тонуть в нечистотах. За сутки через эту трубу протекает больше 20 тысяч кубометров сточных вод со всего Абакана. Когда начали раскопки, оказалось, что труба полностью вверх, ну, дырявый, можно сказать. За счет того сероводорода, там омега, различных, ну, кислорода, разрушение верхнего свода трубы, коллектора. Специалистам Хакрисводоканала нужно обследовать еще несколько метров коллектора, чтобы выяснить масштабы аварий. Но в Абакане нет подходящей техники. Специальными роботами, которые проведут диагностику железобетонной трубы изнутри, уже обещали помочь красноярцы. За это попросили 60 тысяч. К осмотру планируют приступить со следующей недели. Ищем поставщика полиэтиленовой трубы большого диаметра. Либо Ангарск, либо, может быть, еще кого найдем. Ну, ПТО занимается. С завтрашнего дня планируем продолжать раскопки дальше, до следующего колодца. То есть, смотреть уже, готовить участок к ремонту. Но наиболее сложным окажется заменить поврежденный участок трубы. К решению проблемы уже подключились в Минстро и Республики. Это не нормальное состояние сетей. Для того, чтобы ускорить процедуры размещения государственного заказа, могут занять у нас до двух месяцев. Но все-таки на такой срок мы не можем оставить в таком состоянии трубопроводы. И сейчас рассмотрим вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации. Но даже если поврежденный участок восстановят, нет гарантии разрушения трубы в другом месте. Коллектор уже давно отслужил свой строк. Его построили еще в 70-м году. Специалисты не исключают, что в итоге придется провести новые сети. Но на это нужны сотни миллионов. Главный вопрос – где взять такие деньги? Виктор Буров, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.